Всем привет! Привет! У нас остался один день до отпуска, до нашего отпуска. Ты рад? Ну, как-то. Ну, Диме как-то вообще... Я рад услышать, как воют волки. Он хочет услышать, как воют волки. Так, вообще Дима очень хотел на море, но, увы, из-за того, что он заболел, ему нельзя переохлаждаться. После Карпат, если можно? На море ему нельзя. Ну да, если после Карпат, если получится у нас, то мы поедем на море, а сейчас мы едем в Карпат. Сегодня будем собирать вещи. Я еще ничего не собирала, я только написала список, и все. Что ты хочешь сказать? На поезде хочешь? Дима обожает поезда. Особенно верхняя плоска. А нам это, знаете, какой геморрой сидеть, его вот это все время держать. Но если у меня будет возможность, я в поезде обязательно все-все сниму и покажу. А вообще я очень-очень рада, что мы наконец-то едем отдыхать, потому что вот эти два года карантина нас просто застали врасплох, и мы сидели дома, мы никуда не ездили. И ехали в больницу. Да, еще и в больницу успели полежать. В общем, кошмар. На заднем фоне у меня уже стираются вещи, нужно все перестирать, все приготовить. Сейчас у нас жарко, поэтому высохнут они быстро. Постепенно уже начинаю складывать вещи. Единственное мое правило, что я все, что надо брать, складываю на кровать, а потом уже буду раскладывать по сумкам. Но реально, блин, у меня аж голова разболелась, а это все собирать. Потому что нужно продумать все настолько. Там нету магазинов, нету даже АТБ, аптеки. Не знаю, будут-не будут, но взяла и аптечные средства для Димы. И нужно вот прям все продумать, всю погоду, потому что передают прогноз погоды. Дождь, нам везет. Дождь, гроза, но солнышко все равно будет выходить в любом случае. И не целый день будет идти дождь. И, в принципе, в горах это дело такое, как бы там дожди постоянно. И это нормально. Так что мы сильно не расстроились. Поэтому у нас здесь есть как теплые вещи совсем. Летние. Это Димона вещи тоже. Теплая кофта и штаны, футболки и шорты, купальники на всякий случай. И берем дождевики. У Дениса дождевик такой, у меня вот этот. А у Димки одну, как одноразовые, в общем, с клеенки. Сапоги. Короче, складываю. Там настирала кучу вещей. Часть вещей мы тоже будем забирать, поэтому они высыхают. Дима тут себе складывать. Говорит, мама, я буду складывать тут мои ценные вещи. Можно я покажу? Что здесь? Шлепки. Дождевик. Много салфеток. Зачем тебе столько салфеток? Да, мы будем много раз падать. Падать много? Да. Ой, ты собрался очень много раз падать. Прямо. Прямо очень много. Так, ну ладно, все не надо доставать. Подставка под телефон. Часы. Очки. Компас. Вот такой. Это что? Антистресс. Резинка. Да. В общем, и зажигалка. Зачем она тебе? Нет, я зажигалка. А, фонарик. Ну, у кремония попробовать. Нет, она там не работает. Зато их какие-то хтисты. Тоша, я уже помыла клетку, подготовила его к отпуску, потому что он будет оставаться сам. Мы долго думали, отвезти его к маме или нет. В общем, решили, что отвозить не будем. Я купила дополнительно еще две кормушки для воды и еды. И купила два колоска, просто повешу его с разных сторон. Ну, как бы от голода не умрет. От скуки я не скажу, что мы ему сильно нужны. Здесь, правда, еще не убирала. Буду потом все пылесосить и это соберу пылесосом. Да, Тоха? Вода, еда есть? Выживешь. Какой ты злой. И вот такие колоски купила. Повешу с разных сторон, так что не пропадет. Диме вчера купили в Авроре наушники, так как мы будем ехать в поезде, в купе. Мы будем ехать не одни, а чтобы ему скучно не было, чтобы он мог смотреть мультики. Мы наушники такие покупаем уже второй раз. Первые поломались, но стоят они. Кстати, эти стоят 100 гривен. В прошлом мы покупали что-то за 40 гривен. Вообще, цена смешная была. Ну, если эти сломаются, конечно, я тоже сильно не расстроюсь. Но в любом случае, наушники ему нужны. Еще вчера у нас появилась вот такая вот малышка. Купили мы камеру. Это Wi-Fi камера. И пусть я буду сто раз параноиком, но я так буду чувствовать себя более комфортно и не переживать, что происходит дома. И да, я понимаю, что у нас есть охрана, но все равно мне будет очень приятно клацнуть на телефоне и посмотреть, что дома у меня все хорошо и спокойно. Так что мы купили камеру. Я изначально планировала купить камеру дороже, но поговорив с консультантом, я поняла, что дороже она нам не нужна, так как я не планирую ею крутить. То есть мы ее поставили стационарно, там она будет у нас висеть всегда. И смысл переплачивать я не увидела. Поэтому я купила кое-что еще. Мы ее покупали именно в Ксиомевском магазине. И плюс так, как я вчера работала и заработала денежку, а у Дениса сломалась его машинка для бритья, поэтому купили вот такую вот машинку. Он уже вчера ею пробовал. Выглядит она стильно. Единственное, что не получится мне, ну я когда Дениса стригу, я ею тоже пользуюсь, а так как у нее три вот этих головки, не получится это делать. То есть она будет только для лица. Но стоила она, кстати, недорого, и ему комфортно бриться. Вот так вот она выглядит. Ну такая стильная, симпатичная. И здесь третья головки. Прошлая у него вот эта, и она как бы тоже хорошая, но у него вот что случилось, вот эта сеточка, начала портиться. И вот это сразу идут лезвия. И, конечно, это опасно. Он может и порезаться, и он ей уже не пользуется, и начал бриться станком, а у него раздражение. В общем, купили вот такую, сделала подарочки. Я говорю, так, на камере сэкономили, говорю, значит, покупаем это. Он, конечно, возникал, но... не поспоришь. И плюс к тому же я реально сэкономила и заработала, поэтому... Поэтому решила ему взять подарок. Вещей становится все больше и больше. Дениса, правда, вещи еще не собирали. И хотела показать. Короче, сегодня в АТБ купила вот такой вот наборчик. На самом деле, я давно такой набор хотела. Все-таки это удобно, какие-то средства попереливать, не таскать бутылки. К тому же, вот, например, вот это Дениса Адекалон. Он находится в стекле. И с собой его возить именно в стекле это все-таки дополнительный вес. Я, в общем, перелила Адекалон. Это тоник для лица. Это шампунь. Я изначально планировала одну взять, но Денис говорит, что мне не хватит. И, короче, решила все-таки две взять. Это крем для тела. Здесь у меня гель алоэ, то есть им можно будет намазать и тот же самый там какой-то прыщичек типа после комара либо же ранку. Ну, мне он очень нравится. Из миниатюрок у нас вот такой вот гель для душа. Это будет Денису и Диме. Ну, если не хватит, допустим, он сможет и шампунем помыться. Вот это гель для душа маленький, всего 30 миллилитров. И вот это мой гель для душа. Это с подарочного набора. То, что мне Денис дарил на Новый год. Так что попользуюсь. Приготовила уже обувь, так как мы будем ехать все в сандалиях, но на всякий случай, ну, в принципе, в горах мы будем ходить. Нам нужны будут кроссовки. Так что все. Готовимся. Собираемся. У нас уже 10 число и сегодня мы уезжаем. Мы уже практически все сложили. Осталась еда. Я сейчас буду готовить вкусные лепешки в пояс и покажу вам. Это вообще классная закуска. Как на природу, то есть удобно кушать, ты не пачкаешься. Очень вкусно. Ну и, в принципе, даже дома делать мне очень-очень нравится. А Дима будет кушать пиццу. Мы сегодня выезжаем в 5. Конечно, мы постараемся покушать дома, но если он захочет, плюс на следующий день мы аж приезжаем в 2 часа дня, поэтому будет кушать пиццу. Да, она будет холодная, но по-другому никак. Ладно, этот взрослый может какую-то мивинку покушать, а Димон будет кушать пиццу. Ну, а мы лепешки. Для этого нам понадобится сыр. Здесь у меня вот это желтый, это российский сыр, а белый это моцарелла, но она с морозилки, поэтому не получилось у меня ее потереть. Как бы она разморозилась, но в принципе, я эту моцареллу и оставляла для пиццы, для такой лепешки, поэтому ничего страшного. Вообще, пропорции могут быть разные, просто вбивайте яйца и туда сыр, но у меня 180 грамм русский сыр и моцареллу, не знаю, наверное, где-то так же. Сюда мы теперь добавляем укроп. Укропа слишком много лучше не добавлять, так как укроп, в общем, он слишком бродит, если не приготовленный, то есть способствует порче продукта и брожению. Вроде как, насколько я знаю, поэтому укропа лучше много не добавлять, потому что это будет храниться все без холодильника. Я добавила десяток яиц, где-то примерно чайную ложку соли, ну, опять же, по вкусу, как вам нравится. Хочу добавить паприки, молотый перец, еще, мне кажется, с творогом будет очень вкусно, соленый творог, тоже вот так травку добавить, яйца, но меня Денис не любит творог, поэтому у нас обычный сыр и все. И теперь нужно все хорошенечко перемешать. Это, если что, не одна лепешка будет. на сковородку нужно налить капельку масла, но лучше, конечно, без масла, просто у меня не такая сковородка. Я разрезала каждый лаваш пополам, нам нужно уложить его таким образом и сюда выливаем. Да, здесь будет у меня намного лепешек. Это своеобразные бутерброды, но они без запаха, потому что меня раздражает, когда кто-то ест что-то вонючее в поезде и если я так буду сама делать, я не могу. Да, можно сделать это красиво, вырезать по кругу, но тогда будет перерасход лаваша, поэтому я так закручиваю. И все, жарим под крышкой, пока мясо с начинкой расплавится, ну то есть станет такой густой массой, чтобы при переворачивании ничего не вытекало. Лепешки я уже пожарила, они остыли и теперь их можно разрезать. Вот такие вот они внутри, очень вкусные, но здесь у меня начинки поменьше, так как в идеале, конечно, надо было на три лепешки, а я растянула на четыре, поэтому у нас четыре лепешки. Вещи мы уже все собрали, вот эта сумка, вот эта, но она полупустая, здесь в основном еда, рюкзак Дениса и Димон рюкзак, он очень хотел его взять. Что? Что такое? Можешь сам его тащить, да, свой рюкзак? Ну как это, это же твой рюкзак, сам вытащи его. У вас три рюкзака. Ну, так получается. Надеюсь, нет, не так самого. Смотрите, что он сделал. Вот что это такое, Дима? Я обсосал. Это какой-то капец. Причем в детстве я делала точно так же, это я сто процентов помню, потому что меня родители ругали. Я, когда была в садике, перед сном, ну, перед тихим часом, вот так, короче, делала сама себе засосы, и все время было много вопросов, откуда эти синяки, и меня за это ругали, и как-то я перестала это делать, а Дима вот сейчас начал делать эти засосы, причем мы его тоже ругаем, а сегодня он поставил себе, ну, это, это капец, просто синяк. Еще он в майке будет ехать, и не доходит до этого маленького мальчика, что так делать нельзя. уходила и кухонная и николаевна, все просыпались, мы просто, мы просто закрывали глаза, чтобы нас не рассекретили. Не рассекретили? Да, и мы начали играться там. Носками кидаться, точнее. Да, потом Дима приходит, как-то говорит, Родим, где носок? В садике под кроватью я не смог достать. А-а-а! Помнишь? Да, я тогда ходил без носка и не показывал, но можно было уже увидеть чуть-чуть, да вот тут. Я уже здесь полила своих малышек, так их будет жалко, это у меня лимончики растут, не знаю, какие вырастут, но пусть растут. Здесь мои детки, орхидеи, маленькие совсем, и вот эти носики.